Всем лежать! Мордой вниз! Наконец-то удалось подобить бунт в тюремной столовой. Всех вывели на построение. Начальник охраны не досчитался четверых заключенных. Была объявлена общая тревога. Охранники принялись обыскивать весь корабль. Но это ничего не дало. Только в столовой обнаружили сломанный люк для сброса отходов. Об этом сообщили начальнику тюрьмы. Он был в гневе. Поисками беглецов занялась спецгруппа морских котиков. Неподалеку от тюрьмы было обнаружено судно браконьеров. Командир котиков, не раздумывая, приказал захватить корабль. Обученные бойцы оперативно обыскали судно. И всех, кого обнаружили, собрали на палубе. Разыскиваются особо опасные преступники. За любую информацию предлагается вознаграждение. Мы видели этих негодяев. Их сажали акулы. Так им и надо. Ха-ха-ха. Морские котики вернулись в тюрьму с плохими новостями. Мистер жопер. Заключенные погибли при побеге. Хм. В это время на вертолете Чич требовал объяснения от Кычи и афганца. Говорите, что тут происходит? Все началось еще в армии. Когда Кыча по контракту служил в Афганистане, однажды в одном из ущельей их отряд попал в окружение. Террористы уничтожили колонну танков. В этой бойне повезло выжить только Кыче и Дэну. Раненые, они попали в плен. Их привезли на базу террористов. Посадили в яму для пленных. Неизвестно, сколько они там просидели без еды и воды. От голода Кыча хотел съесть крысу, но Дэн остановил его. У меня есть план. Давай рискнем. Из ямы послышались крики. Часовые открыли крышку и увидели, как один пленный бьет другого. Эй ты, что делаешь? Я хочу поговорить с вашим боссом. Дерзкого пленного привели в бункер. Там находился главный террорист, Хусейн. Я хочу предать родину и стать боевиком. Докажи, что ты не врешь. Убей своего напарника. Боевики привели к Ичу. Дали афганцу пистолет. Всего с одним патроном. И приказали стрелять. Афганец прицелился, но вдруг неожиданно развернулся и выстрелил в гранату, висевшую на поясе боевика. В лагере началась паника. Ребята схватили автоматы и начали отстреливаться. Выжившие террористы закрылись в бункере. К ним было не подобраться. Прикрой меня! Дэн схватил гранаты, подполз ближе к бункеру и метким броском попал прямо в дот. Граната упала на ящики с боеприпасами. Террористы были уничтожены. Послушай, друг, тут очень много оружия. Давай спрячем для себя. Думаю, мы это заслужили. Солдаты загнали грузовик с оружием в ближайшую пещеру. И только после этого вызвали подкрепление. За ними прилетел лично генерал армии. Наградил их медалями за уничтожение самого опасного террориста в Роблоксе. На базе были обнаружены ракеты с ядерными боеголовками. Генерал приказал уничтожить базу, чтобы это опасное оружие не попало в плохие руки. Бомбардировщик сбросил бомбу с напалмом. База террористов сгорела татла. После армии афганец вернулся за оружием, которое они спрятали в пещере. Засунул несколько автоматов в сиденье своего автомобиля. Провез через границу и передал Кыче. Кыче нашел, куда продать первую партию грязных стволов. Это было начало их криминального бизнеса. Дело пошло хорошо. Они организовали черный рынок. Там можно было купить все, что угодно. Все воры Роблокса сбывали краденые вещи на их рынке. Но однажды, когда афганец ехал с новой партией оружия, его остановили на границе для полного обыска автомобиля. ЦРУ давно следили за ним и наконец поймали с поличным. Так Дэн получил пожизненный срок и попал в секретную тюрьму Роблокса. Кыче не знал, как вытащить друга. В его банде не было профессионалов, кто бы справился с этим заданием. Но когда он встретил Чича, то сразу понял, что этот малый справится с любой задачей. План был такой. На спине одного из отморозков накололи лицо и имя Чича. Отморозок совершил преступление и отправился в секретную тюрьму. Там он показал афганцу свою татуировку и рассказал план Кыче, что скоро сюда прибудет профиг, который точно сможет организовать побег. С ним необходимо подружиться. В это время Кыча отправил Чича на заказное убийство и установил за ним слежку. Когда Чич поднимался на крышу торгового центра, чтобы убить Хаттаба, в полицию уже поступила информация о происшествии. Копы прибыли как раз в тот момент, когда Чич уже выходил со стройки. И уже в секретной тюрьме афганец договорился с блондинчиком, чтобы тот наехал на новенького, а он типа спасает его и становится лучшим другом. Чич не мог в это поверить. Кыча замутил очень крутой план. Прости, бро, у меня не было выбора. Да уж, это был жесткий пранк. Через несколько часов вертолет приземлился у какого-то дома посреди леса. Поживете пока здесь, а мы раздобудем для вас маскировку и новые документы. Прошло несколько дней, но Кыча так и не вернулся. Тут было очень скучно. Из всех развлечений они нашли только телевизор и шахматы. Чич постоянно проигрывал и удивлялся уму и хитрости утюга. Телек окончательно сломался. Чич предложил заняться метанием ножей. Но и в этом деле утюг был круче. Ты ловкий мужик, кем ты был до тюрьмы? Киллером. На моем счету около 5000 заказных убийств. Утюг был профессиональным убийцей в Роблоксе и любил свою работу. От клиентов не было отбоя. Но однажды в кафе, где была встреча с заказчиком. Он встретил ее и влюбился. Работа отошла на второй план. А потом он и вовсе завязал с криминалом ради нее. Через год у них родился ребенок. Но он был сильно болен. Стоял вопрос жизни и смерти. Врач сказал, что операция спасет малыша. Но это очень дорого стоит. Утюг взялся за старое. Новые заказы потекли рекой. Но на одном деле его постигла неудача. Одна бабулька увидела в глазок, как он выходил из квартиры своей жертвы и запомнила его лицо. Когда приехали копы, она помогла составить фоторобот преступника. Они быстро установили его личность и отследили местонахождение по сотовому телефону. Как раз в это время Утюг оплачивал операцию для сына. В коридоре его уже ждали. Началась перестрелка. Утюг хотел добить раненого копа, но тот начал давить на жалость. Умоляю, не надо. Дома меня ждет жена и маленький ребенок. Утюг пожалел его, ведь теперь он тоже отец. Но хитрый коп подбежал сзади и вырубил киллера. Так я и оказался в секретной тюрьме. Если операция прошла успешно, то моему сыну уже 18 лет. Мне бы хотелось хоть разок взглянуть на него. Это была трогательная история. Чич предложил найти его семью. Утюг поблагодарил друга. Вместе они выбрались из леса и очень аккуратно начали пробираться по городу. Чич хорошо знал все переулки и кусты. Им пришлось спрятаться в мусорке, когда проезжал полицейский патруль. Наконец-то они добрались до места. Раньше мы жили здесь. Ты ничего не перепутал? Чич занервничал и потерял дар речи, когда утюг нажал на звонок. Это был дом его мамы. Дверь открыли родители. На несколько секунд все застыли в шоке. Оказалось утюг родной отец Чича. Вот почему с самого детства он хотел стать киллером. После того, как утюга посадили в тюрьму, мать не хотела, чтобы сын пошел по стопам отца, поэтому вышла замуж за простого работягу. Чич всю жизнь думал, что он ему родной отец. Родители отправляли мальчика на танцы, рисование, музыку, но все пошло не по плану. Гены оказались сильнее. Почему ты ничего не рассказала мне? Прости меня, сынок. Я хотела как лучше для тебя, хотела уберечь. Чич очень обиделся на мать и ушел с утюгом обратно в лес. Через некоторое время вернулся Кыча он привез новые документы и все для маскировки. У меня для вас есть задание. Необходимо уничтожить одного криминального авторитета. Это большой блин. Мне нужен вот этот чемоданчик. авторитетет.